Всем привет! Вы на канале Покашеварим и сегодня у нас рубрика Бизнес Ланч, вы меня спрашиваете периодически, когда уже когда, ну вот как-то так вот получается, как получается, так получается. Сегодня Бизнес Ланч вообще абсолютно скендочка, то есть мы не планировали, мы шли рядом с белорусским вокзалом и наткнулись на Теремок, и вот мимо вот этой надписи идем домашний обед от 279 рублей. Последнее мое общение с Теремком было в обзоре, ну, доставки от них, с тех пор Михаил Гончаров, как раз создатель Теремка, на меня обиделся, вы, многие из вас читали эти комментарии, они до сих пор там есть в этом ролике, можете почитать, вот, смерти мне вроде не жила, насколько я помню, ну так, в общем, мне очень позитивно было все, вот, ну короче, ладно, давай попробуем реабилитировать Теремок с помощью рубрики Бизнес Ланч, это не потому, что у меня забрали паспорт и держат пистолет у виска, нет, не из-за этого Михаил Гончаров больше не появлялся в моей жизни, вот, пойдем попробуем Бизнес Ланч, реально, потому что Теремок это, в принципе, дорогой продукт, но в формате Бизнес Ланча скомпонованного, может быть, будет весьма даже ничего, пойдем. Прямо на входе висит меню домашних обедов, есть вариант экономный, спорт обед, разнообразный и сытный, сытный 349 рублей, 279 экономный, в экономный у нас войдет суп, блин и чай, либо узвар. В спорт обед у нас, ну, плюс-минус те же самые супы и гречка, то есть вместо блина какое-то второе блюдо, в разнообразный борщ, блинчики и тоже чай, то есть не очень понятно, чем он отличается от экономного особо, да, борщ, а тут борща нет. В сытный входят тоже супы, плюс большие блины, емейл или двойной сетчиной сыр. Мы возьмем два ланча, экономный и сытный, и сравним, насколько один хуже другого, а другой лучше первого. Пойдем. Домашние обеды, а вот чем принципиально экономный и сытный отличается, то есть тут просто большие блины, да? Да, здесь уже два больших блина, здесь вот эти, ветчина, сыр, грибы, маленькие блинчики, капуста, яйцо и масло, большие. Ага, а что значит два больших? То есть два их будет реально блина? Нет, здесь видите, это два. А, на выбор, все, я думаю, реально два. Либо двойной ветчина, сыр, либо емейл. Давайте тогда, вот смотрите, экономный гороховый и блинчик с ветчиной и сыром, и узвар из сытного сырный крем-суп. Сырный крем-суп. Емейл и чай. Блин, емейл. Ну, в общем, вот, довольно быстро, то есть сразу у них все готово, там какого-то времени ожидания у нас не было. Нам практически сразу, спустя минуту отдали заказ. Еще раз давай фиксируем цену. 350 рублей. Я округлю этот рубль, извините. 350 рублей стоит большой ланч, и 280 рублей стоит ланч. Не маленький, но как бы самый экономный, да? Давай посмотрим, чем они отличаются. Итак, вот это будет у нас ланч за 350 рублей. Вот так он будет выглядеть. Ланч за 270 выглядит вот таким вот образом. Плюс еще чай вот в таком вот забавном кубике. Нам еще дали вот... А-а-а, слушай, это те самые чипсы из блинчиков. Помните на обзоре, да? Вот эта штука мне понравилась, это довольно необычно. Это зашибись. Так, ну что хочу сказать насчет цен. Короче, получается дешевле. Мы что-то посмотрели, то есть вот e-mail 220 рублей и где-то 170 рублей суб. Есть дороже, возможно, из-за того, что там объем просто больше. В общем, дешевле получается, чем покупать это все отдельно. Бизнес ланчен теремка. Официально подходит. Так, давай чай заварим. Пирамидки это всегда хорошо. Давай, дружище. Тони. Я заказал с бергамотом. Это единственный вкус в чае, который я терплю дополнительный к вкусу чая. Он вообще не черный, кстати. Это зеленый чай. Мне почему-то дали зеленый чай, хотя это не очевидно. Я хотел черного. Итак, сырный суп. Сырный крем-суп. Он немножко, ну, пока мы болтали, стал подостывать, и сверху образовалась пленочка. Вот такой довольно густенький. То есть, вот они прям, ничего себе, суп тянется, смотри. Ого! Вот это хороший показатель, да? Реально тянущийся суп. Я маленько обжегся, потому что очень горячий суп. Что же, офигеть. Ну, это говорит о том, что это реально сырный суп. По вкусу, честно говоря, он довольно сдержанный. Скорее, он картофельно-сырный. Причем картофель действительно на первом месте будет стоять. Ну, очевидно, тут есть картошка по вкусу и по структуре. И дополнительно тут добавлен сыр. Я бы не сказал, что сыр прям очень чувствуется. То есть, ну, явно хорошо сделан суп. То есть, тут явно есть сыр. Но вкус этого сыра или концентрация этого сыра в супе не настолько хороша, чтобы восторгаться. У меня есть опыт вкусного сырного супа в городе Воскресенск. Вы не поверите. В неожиданно какой-то там прям торговый центр есть в Воскресенске. И на втором или на третьем этаже есть как бы такая пивнуха. И там самый вкусный сырный суп, который я езжу. Вот, кстати, гренки, вот эти гренки были именно к супу. Давай попробуем вместе с греночками его. Ну, просто гренки великолепные. А суп все равно такой же остается. Не буду юлить, а от супа я не в восторге. Он нормальный, поесть можно, но сырности в супе не ощутите. Это грустно. Блин, емейл с грибами, ребята. Ну, это, в принципе, легенда. Я не знаю, сколько существует теремок, столько существует. Блин, емейл. Я не знаю, в чем идеологическая тема названия блина. Почему именно емейл? Возможно, если Михаил Гончаров опять будет смотреть мой ролик, он на меня обижаться не будет. Он напишет комментарий по поводу блина. Почему он называется емейл? Вот там сырок, грибы и тонкий фирменный блинчик от теремка. Блин, емейл клевый. То есть этот блинчик, я говорю, не зря он столько живет вообще в теремке, что он нравится людям. И мне тоже нравится сыр, грибы и хороший блинчик. То есть, ну, блинчики вкусные. Мне понравилось. И у нас, в общем-то, чаек, или давай попробуем вот этот узвар с шиповником, да. Будем считать, что он входит в бизнес-наш. Хотя выбрать ты можешь либо чай, либо этот, либо заменить, кстати, на какую-то бизеровку за 75 рублей. Узвар холодный, нетеплый и вкусный. Шиповник огонь. Гораздо лучше, чем их морсы. Вот мы брали морсы, тархун. У теремка они невкусные абсолютно. Я вот не советую брать. А вот этот узварчик пойдет. Второй бизнес-наш нас встречает вот таким супчиком. Смотри, гороховый суп. Я столько хотел начать говорить, что он какой-то жиденький, а нет, просто там подутонуло все. Ну, смотри, грудиночка, да, горох. И он такой, видишь, не выглядит переваренным. То есть, такой душевный бульончик. Мне не нравится в горохом супе, когда он, знаешь, совсем такой густой. Когда горох прям в кашу превращается. Здесь вон кусочки гороха. Ну, такой довольно неплохой супчик. Супуник, в принципе, все одинаково стоит. 160 рублей грибной, сырный 175 и гороховый 178. Ну, приблизительно одинаково. То есть, у нас в дешевом бизнес-ланче я выбрал самый дорогой суп. Он на целых, сколько, 5 рублей дороже, чем сырный. Так, 280 рублей. Ну, и, кстати, нет такого блина с ветчиной с вами. Есть двойной с ветчиной с сыном. На меню я сейчас смотрю. Ну, ладно, бог с ним, короче, неважно. По ощущениям, действительно, в этом ланче меньше всего. Ну, точнее, супа столько же, да. Причем он, кажется, меня больше порадует и впечатлит, чем сырный. А блинчик прям уж совсем маленький. То есть, это один блинчик, и там по кусочку ветчины и сыра. 280 рублей. Слушай, к гороховому супу, кстати, я считаю, тоже должны идти гренки. Я не знаю, я если гороховый суп дома ем, я всегда какие-нибудь сухарики в него кладу. Мне это доставляет удовольствие. Годный супчик. В нем ложка не стоит. Ну, не стоит, официально заявляю. Но супчик вкусный. То есть, вот по ощущениям нормальный гороховый суп. Такой, знаешь, ну, типа не как ты дома приготовишь, а как тебе подадут на бизнес-лэш. Ну, хороший представитель вот этого супа. Мне нравится и грудинка, и все. И по соли хорошо. То есть, даже не надо. Хотя у нас тут вот есть солонки. Дополнительно у нас есть соль. Короче, пойдет. Если выбирать сырный или гороховый, однозначно гороховый. Так. Ну, и вот этот блинчик, который у нас входит в экономный бизнес-ланч. В общем-то, как мы и обсуждали, да, блинчик, тонкий кусочек сыра и тонкий кусочек ветчины. Просто блинчик. Ну, на самом деле, количество начинки вот в этом одинарном блине, то есть, если бы это было двойной, было бы вкуснее, наверное. В одинарном блине начинка практически не чувствуется. То есть, есть какая-то легкая такая отдаленная соленость, но опять-таки не сырность. А просто чувствуешь как бы соленую какую-то консистенцию. Это сыр. И вторую соленую консистенцию – это ветчина. То есть, как такового вкуса ветчины или там сыра ты не чувствуешь. Просто они добавляют немножко, как бы, влажности этому блину. Ну, реально, вот и все. То есть, по структуре и сыр, и ветчина, и блин, они очень похожи. Нет впечатлений. Короче, блин, емейл однозначно вкуснее. Лучше брать емейл. А вот, а, ну вот в большом можно выбрать емейл, либо двойной свечиной с сыром. Но лучше взять емейл, если к грибам хорошо относитесь. Этот блинчик такой, скорее, компромиссная история, конечно. Не знаю, честно, цена, цена вот этого дорогого ланча не настолько больше, чтобы я отказал себе взять, ну, действительно, вкусный блинчик. Все-таки мой выбор переплатить. Давайте оценки выставим. Короче, у нас пять критериев. Цена. Бизнес ланч. То есть, смотри, в том обзоре на доставку мой косяк был. Ну, действительно, мой косяк. Я за него принес извинения, везде все комменты указал в обзоре. Но косяк заключался в том, что я заказал доставку блинов из теремка у какой-то левой конторы. А левая контора делала наценку на блины теремка. Ну, естественно, и так недешевый продукт становился еще дороже. Я, как бы, этот момент такой упустил немножко, ну, и говорил о блинах теремка, как о, наверное, сверхдорогем. Если убрать эту наценку, они бы стали бы чуть-чуть адекватнее, но все равно, как бы, это дешевым продуктом не считалось. Блины в теремке все равно дорогие. Я понимаю, что фаст-кешуал, как бы, да, это не фаст-фуд. Я прекрасно понимаю, я даже представляю, сколько здесь может стоить аренда. Мы на Белорусской прямо рядом с метро. Ну, ляма полтора, наверное, в месяц. Приблизительно. Это, конечно же, надо отбивать, поэтому никаких вопросов относительно стоимости блинов, понимая вот эту всю цепочку, наверное, быть не должно. Да их и нет, то есть каждый сам выбирает себе по цене. Хочешь питаться дешево, ну, иди шурмы купи, да? Хочешь попитаться чуть-чуть необычней, довольно вкусно, зайди в теремок, как бы, но ты переплатишь. Вот вся история. На это и рассчитано. Позволить себе теремок, учитывая места размещения, там, другие цены, видимо, не может. Что касается ланча. Ланч получается дешевле процентов на 20-30 относительно. Ну, 30, наверное, я гоню. Процентов на 20 он дешевле от того, если ты брал это все отдельно, да? Пожалуй, это интересно. Ну, то есть, почему нет? Вот за 350 рублей, это, опять-таки, не дешевый бизнес-ланч, 360 рублей. Но это обычная цена для Москвы. Блин, суп и напиток весьма полноценно. Другой вопрос, что, наверное, экономный, я бы брать не стал, потому что все-таки не наешься. По крайней мере, я. Я бы взял ланч, который вот подороже. Вот такая история. Короче, это я так выставляю оценки. За цену бизнес-ланча я поставлю, пожалуй, 4. То есть, это удовлетворительно. Меня цена вообще не пугает, ни коим разом. Нормальная цена. 4. Значит, вкус мне понравился. Кроме, пожалуй, сырного супа, как бы, немножко не зашел он. Но в целом, блин, блин, копченый суп, чай и узвар вкусненький. Мне зашли. Поставлю 4,5, а половину убираю только за суп. Персонал приветливый. Девушка на кассе молодец. Она единственное, что попросила ее не снимать. Ну, не снимем, замажем, как бы, не вопрос. Но она очень приятно общалась. Здравствуйте, сударь. Вот это все обязательно было. Ребята, критерии комфорта. Мы находимся в конкретном заведении на Белорусской. То есть, это не фудкорт, это прям отдельное заведение. Мне здесь довольно уютно. У нас рядом сидят люди, то есть, девушки там, и мы не слышим друг друга. То есть, я не слышу, о чем они говорят. Ну, возможно, о чем говорю я, они и слышат, потому что я это делаю громко. Кровь по комфорту я тоже ставлю 4, нормально. Мне хорошо. Ну и скорость. Мне это приготовили все быстро. То есть, я оплатил, и мне в течение 30 секунд отдали поднос. Красавчик. И, в общем, телемок набирает столько баллов. А все оценки вы можете смотреть всегда на сайте. Все заведения, которые с Димкой ездим-снимаем, есть на сайте. С сайте pokoshewarim.ru Заходите туда тоже и оставляйте свои отзывы. В общем, ланч в теремке весьма годный. Советую заходить. Субтитры сделал DimaTorzok